7 августа, утренняя молитва Наша Киевская архипископия Слава Богу, слава Иисусу Христу, нашему Спасителю Господу Аллилуйя, слава Богу Всемогущему И сегодня утренняя молитва 7 августа 2018 года По гражданскому нашему летоисчислению От сотворения мира Сегодня уже завершение, получается, до последних дней Мы живем в месяц авгу 1778 года 26 авгу 1778 года От сотворения мира в библейском исчислении И этот шаббат, предстоящий нам Он, конечно, будет такой знаменательный Это последний день, сегодня вторник еще у нас Но суббота будет такая знаменательная Потому что это будет завершение месяца авгу 30 число будет уже месяц авгу И, значит, новомесячие Новомесячие того месяца Который обычно произносится как Элуль у нас Такой старой еврейской традиции Элуль или Элу Вот, и эту аббревиатуру Как аббревиатуру еще воспринимают Спокон веков Значит Я принадлежу моему возлюбленному Возлюбленный мой мне Спасибо тебе, Господь Спасибо тебе, Царь Вселенной Спасибо тебе, Господь Вот, и трансляция Сейчас включилась Вот, трансляция как раз Слава Богу Пусть Господь благословит всех вас Совершим сегодня хлебопреломление Причастие Вот, и Рассуждаем о теле и крови Иисуса Христа И хочу прочесть я Из Евангелия от Иоанна 15 глава С самого начала Очень знаменательно Что мы причастие совершаем Ведь именно как раз Плодом виноградной лозы Виноградный сок у меня вот здесь вот есть Вот, и Слова Иисуса здесь 15 главе С первого стиха Я есим истинная виноградная лоза А отец мой виноградарь Всякую у меня ветвь Не приносящую плода Он отсекает И всякую приносящую плод Очищает Чтобы боли принесла плода Вы уже очищены Через слово Которое я проповедовал вам Прибудьте во мне И я вас Как ветвь не может Приносить плода Сама собою Если не будет на лозе Так и вы Если не будете Во мне Я есим лоза А вы ветви Кто пребывает во мне И я в нем Тот приносит много плода Ибо без меня Не можете делать ничего Аминь Спасибо тебе, Господь Благодарю тебя, Боже всемогущий Благословен Бог наш Благословен Господь Боже всемогущий Великий виноградарь Благодарю тебя, великого виноградаря Благодарю тебя, Господь За истинную виноградную лозу Благодарю тебя, что мы веточки на этой лозе Благодарю Тебя, Господь, что я также ветвь на этой великой лозе Боже, благодарю Тебя, Господь, за спасение Что, как написано здесь, прибудьте во мне, и я в вас Благодарю Тебя, что пребываю во Христе, а Христос во мне И много плода приношу, потому что без Тебя ничего не могу сделать Благодарю Тебя, Господь, великий виноградарь Благословен Ты, Царь наш, благословен Господь, Бог наш, Аллилуйя И вот это в конце пятого стиха Ибо без меня не можете делать ничего Ибо без меня не можете делать ничего И я, конечно, вспоминаю вот то слово, которое слышал я Мы читаем в Библии прекрасные слова Но иногда бывает, как вот, и, ну, наверное, у всех верующих Если по-настоящему человек верующий Такое происходит в жизни Вот, и такое бывает, что слово оживает как бы Что слово оживает, знаете, как вот Вот то, что говорится Рэма, допустим, да Оно как будто тебе говорится, в твою жизнь говорится Вот, по-разному это переживаем, конечно, мы И я лично это много раз по-разному переживал Ну, помню, вот 2001 год, когда меня помазывали На мое вот это апостольское служение То там тысячные собрания Вот, множество народу Все молились Слава Богу, все хорошо, да, значит, ну Знаете ли, тихий голос такой внутри прозвучал И удивительно, этот тихий голос внутри прозвучавший Он не был заглушен там Там же тысячное собрание Это харизматическое там собрание было Вот апостолы такие харизматические такие были там, значит, там И думаешь, а тихий голос, он странно Громче, чем все это было Тихо-тихо, но очень четко и внутри сердце понятно Что без меня ты не сможешь сделать ничего И вот, казалось бы, читал это сотни раз Это место из Писания Вот это вот 15 глава, 5 стих Окончание его Ибо без меня не можете делать ничего Казалось бы, читаешь это много раз Но когда оно Вот, отображается в твоем сердце Когда оно звучит в твоем сердце Этой ремой становясь Этим откровением Раскрытым Словом Божьим Это ни с чем нельзя Просто перепутать Вообще-то, это чудо И Интересно, в 3 стихе говорится Вы уже очищены через Слово, которое я проповедовал вам Иисус, когда говорил слово Пророческое слово Слово от Отца Слово Божье Говорил к ученикам своим Они сами того не понимали Что происходит до конца Но, оказывается, Иисус сказал Что они, как бы, очищаются через Слово Вы уже очищены через Слово, которое я проповедовал вам То есть, получается, они очищались через Слово Божье И помните, тоже, сразу, как бы, да, аналогия такая, вот, напрашивается Вот, как бы, параллельно тоже Местописание можно так обозначить тоже Вот, когда Павел пишет в послании своем уже Вот, что Бог хочет, чтобы церковь была чистая Не имеющая пятна, или порока, или чего-либо подобного Но святая, непорочная Вот, и говорится, Павлом Тоже говорилось с Мессианом, что значит, что Омытый баней водный посредством Слова Интересно Как вот, получается, не только для первых христиан Это актуально Мессиан там, или христиан Ну, короче, апостолов первых этих вот Они очищались через Слово, которое Иисус говорил Нет Каждый верующий очищается через это Слово Которое Он говорит нам Ощищаемся через это Слово Иногда читаешь Библию Читаешь, как бы, и много раз это уже из Писания Вот здесь у меня украинская Библия, допустим Ну, Евангелие, Святая Евангелие Читаю тоже Вот, и потом раз, и вдруг понимаешь, что это оживотворяется Слово Оно как бы, оно в твою жизнь говорится, как будто бы И это незабываемая минута, это потрясающие минуты Вот, и тогда оно действительно очищает тебя Благоставляет Спасибо тебе, Господь Я есмь истинная виноградная лоза Пятнадцатая глава Иоанна, с первого стиха Отец мой виноградарь Отец мой виноградарь Знаете, я вот, когда перечитываю этот текст То вспоминаю фильм, старый советский фильм, еще помните, наверное, классика уже Отец солдата Один из таких лучших фильмов про войну вообще Вот, именно показывающий, ну, не просто войнушку, да, а показывающий именно человека В войне, и что война это не естественное состояние на самом деле человека Это извращение Вот, это противоестественно человеку Что человек, он не такой Что внутри человека, он не для войны создан-то Вот, и, значит, вот, очень хороший фильм такой И там, помните, если, ну, кто помнит этот фильм Отец солдата Там, значит, эпизод такой потрясающий Вот этот отец, собственно, грузин, да, этот Который идет на войну, ну, ищет сына Вот, значит, и там виноградник Германии уже не показывают Уже советская армия уже в Германии И война идет, значит, полным ходом, но уже к завершению Вот, значит, и этот старый грузин, он, значит, он видит виноградники эти А молодой пацан, танкист, он прям на виноградник танком пошел Там, ему, короче, так, напрямую ехать Вот, и этот солдат, виноградарь Он просто с собой закрыл виноградник, как бы, и не пускает танкиста Тот выскочил, что такое, там, короче, ну, конфликт этот Тот молодой танкист не понимает Но он, как бы, еще и молодой, как бы, и, ну, не ценит ни свою жизнь, ни чужую жизнь Вот, обычная война-то вся строится, как раз, на молодых И в бой посылают, как раз, в основном, на молодых Вот, когда человек еще не ценит ни свою жизнь, ни чужую жизнь не ценит Вот, и здесь показан, как раз, конфликт такой Вот, значит, перед ним стоит вот этот старый человек уже, который ценит жизнь Который здесь, на войне, но он, войны нет в нем Он человек мира Вот, очень хороший эпизод такой, потрясающий Вот, я вспоминаю тоже этот эпизод, когда перечитываю, что отец наш, он есть виноградарь Ценящий жизнь Ценящий жизнь Война для него противоестественна Потому что он есть любовь, Бог есть любовь Это потрясающе И он собой закрывает нас Виноград свой Закрывает нас собой Всякую у меня ветвь, написанную, не приносящую плода Иисус говорит, да, есть ветви На нем, на Иисусе, да, в Иисусе, да Которые не приносят плода Он отсекает, и всякую приносящую плод очищает, чтобы болью принесла плода Вот, и он дальше объясняет, Иисус, почему такое происходит Почему, вот именно Некоторые, вроде как бы, да, и верующие, да, получается, но не приносят плода Прибудьте во мне, и я вас Он говорит Прибудьте во, начало четвертого стиха уже Прибудьте во мне, и я вас Вот, если не прибудете во мне, не будет плода этого Вот, удивительно Опять-таки, я в нем, он во мне Вот, в начале этой трансляции я сказал как раз, что Вот, следующий месяц библейского календаря лунного Как раз в субботу будет новомесячь и воскресенье как раз Этот месяц, следующий, этот месяц ав идет, сейчас завершается 27-й у нас, 26-й ава Вот, значит, следующий месяц в традиции такой нашей еврейской мы называем его месяцем Элуль И вот, Элул, как аббревиатуру еще воспринимают спокон веков евреи И прочитывают как стих из писания, из книги, песни-песней То есть, я принадлежу моему возлюбленному, возлюбленный мой мне Именно так, вот, переводчики сандально перевели И оно вот это вот, ле-до-ди, ве-до-ди, буквально оно можно перевести как я в нем полностью, да Я ему без остатка принадлежу, а он без остатка принадлежит мне, он во мне И вот это потрясающе, что действительно, вот, я в нем, он во мне И самая великая тайна, я говорю об этом часто, и у себя в церкви, и в гостях, когда бываю Самое великое таинство, тайна наша христианская, это Христос в нас, упование и славы Что он не просто ушел куда-то, да, и обещал вернуться Нет, а что он пребывает в нас, верующих Вот это самое великое таинство Он в нас, Бог в нас Аллилуйя Роман пишет здесь, слава Богу нашему и Господу Иисусу Христу, шалом из Львова Всем святым во Львове радоваться, еще говорю радоваться Кстати, Кифа приехал с Эсти, наш епископ Петр со Львова Он сейчас в Киеве, ну не в самом Киеве, а там Иванкове, ну под Киевом Вот, так что, да, надеюсь, скоро уже увидимся мы с ним Вот, как раз вчера общались так, по-моему, с Анжелой Хорошо И давайте совершим причастие Евхаристию Евхаристию, хлебопреломление Евхаристия буквально как восхваление, благодарение такое, знаете ли Потому что Иисус, Он, возблагодарив, преломил хлеб Ну, конечно, Он благодарил, как вот, ну, по такой еврейской традиции Мы благодарим, как? Баруха Та, Атона Илхейну Мелеха Улам Да, благословен Господь Бог, наш Царь Вселенной В начале всех этих благодарений, всех этих воспалений произносится Вот, мы только потом произносим, давший нам хлеб из земли И плод виноградной лозы, чашу поднимаем Вот, но всегда вот это благословен Бог Благоставляем Бога, благословен Бог наш Вот, и сейчас совершим это преломление хлеба Хлебопреломление Евхаристию Божественную Которая очень, так вот, вещественно и наглядно Убедительно показывает человеку, что Должен именно этому прибыть Он в нас должен пребывать, верующих А мы в нем Как вот ты кушаешь эту еду, да, вот этот хлебушек ешь И пьешь этот сок, плод виноградной лозы Вот, это часть тебя становится Да, это частью тебя становится И вот так же по этому образу, что ты кушай его Кушай его Кто не ест мои плоди, не пьет моей крови, не имеет части со мной Удивительно Ну, конечно, он не буквально имел в виду каннибализм какой-то, знаете ли Буквально восприятие такое, мистическое такое Нет, он имел в виду реальное, настоящее, правдочное пребывание Когда он в нас пребывает, а мы в нем пребываем Когда слово его в нас пребывает, когда жизнь его в нас пребывает Аллилуйя Он сам, когда живет в нас, обитель сотворил нас Аллилуйя Спасибо тебе, Господь Спасибо тебе, Господь, Бог Святой Вот, и у меня здесь, я сохраняю себе все время остатки халы Вот, на всю неделю С причастием Вот Хала, ну, по-русски плетенка Вот, субботняя такая Вот, благодарим Бога за все Аминь Спасибо, Господи, за это хлебопреломление За это таинство, которое убедителен нас Просто укореняет и убеждает, что мы в тебе, а ты в нас Спасибо тебе, Господь Куда уж ближе Когда мы едим тебя и пьем тебя Спасибо тебе, Господь Аллилуйя, спасибо За Голгофу, за кровь Я тебя благодарю За Воскресенье Твою За Голгофу, за кровь Я тебя благодарю За Воскресенье Твою За победу Твою Благодарю Тебя, Отец Виноградаль мой Благодарю Тебя, Иисус Спаситель мой Глаза истинная Благодарю, О Дух Святой Утешенье мое Аллилуйя За все я благодарю За все я благодарю За Голгофу, за кровь Я тебя благодарю За Воскресенье Твое За победу Твою Благодарю Тебя, Отец Благодарю Тебя, Иисус Благодарю, О Дух Святой За все я благодарю За все я благодарю Благодарю Тебя, Господь, Боже За таинство сие За хлебопреломление Евхаристию За причастие тела и крови Твоих Благодарю Тебя, Господь За все, за все от Тебя Благодарю, Господь И соверши, Господи Хлеб сей, честным телом Христа Твоего Аминь А то, что в чаше сей Честной кровью Христа Твоего Аминь Приложив это Духом Твоим Святым Аминь, Аминь, Аминь Тело Христово примите Братья, сестры Источника бессмертного Вкусите Аллилуйя, Аллилуйя Аминь, Аминь Спасибо Тебе, Господь Спасибо За причастие тела и крови Твоих Спасибо За таинство сие Спасибо Иисус, спасибо За все спасибо Спасибо Да, спасибо Благодарю Что свободу мне дал Что за меня жизнь свою Ты отдал О, спасибо Иисус, спасибо За все спасибо Спасибо Да, спасибо 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 Благодарю Что свободу мне дал Что за меня жизнь свою Ты отдал О, спасибо Иисус, спасибо Спасибо За все спасибо Спасибо Благодарю Тебя, Господь За все спасибо Тебе говорю Боже, за милость Бог во Христе Братья, сестры Дамы и господа Бог во Христе Примирил с Собою мир Не вменяя людям Преступлений их Дал нам Бог Слово примирения Примиритесь с Богом Тело и кровь Христа Самое сильное доказательство Любви Бога И того Что Он Примирился с нами Он, Бог Примирился В крови Иисуса Христа В жертве Голговской Сегодня Люди Откликаются На призыв И причастие Евхаристия То, что мы совершаем Это самое великое проявление Вот это Нашей взаимной любви Мы в нем А Он в нас Я в нем Пребываю Он во мне Спасибо Тебе, Господь Я есмь истинная Виноградная лоза Отец мой Виноградарь Всякую у меня ветвь Не приносящую плода Он отсекает И всякую приносящую плод Ну, обрезает, да И всякую приносящую плод Очищает, чтобы боли Принесла плода Вы уже очищены Через слово Которое я проповедовал вам Прибудьте во мне И я в вас Как ветвь Не может приносить плода Сама собою Если не будет на лозе Так и вы Если не будете во мне Я есмь лоза А вы ветви Кто пребывает во мне И я в нем Тот приносит много плода Ибо без меня Не можете делать ничего Аминь Аллилуйя Спасибо тебе Господь Благоставляю всех вас Братья и сестры Дорогие друзья Да благоставит тебя Господь И сохранит тебя Да призрит на тебя Господь Светлым лицом своим И помилует тебя Да обратит Господь Лицо свое на тебя И даст тебе мир Во имя Иисуса Христа Аминь И ни в ком другом нет спасения Дамы и господа Братья и сестры Ибо нет другого имени Под небом Данного нам Людям Которым надлежало бы Нам спастись Которым спасены Которым спасаемся Слава Христу Из города Киева Божьей милостью Архиепископ Сергей Рулев Реформаторская православная Церковь Христа спасительный мир Всем вам И по скриптум 19 августа Напоминаю У нас собор в Киеве Поэтому прошу ваших тоже Молитв об этом Аминь И аминь Пишет Роман Аллилуйя Аминь Брат Вот и значит И молитесь Соборе Предстоящем 19 августа Это будет воскресенье Вот Через одно получается Воскресенье Пусть Господь Благоставит вас всех Аллилуйя Аллилуйя